Всем привет! С вами Люда Блаж Суприм. Сегодня у нас с вами Королевский Пятничный Дайджест. Обсудим, как всегда, все абсолютно новости, которые происходили в королевской семье за прошедшую неделю. И, как всегда, я уверена, на миллиард процентов вам сегодня будет интересно. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чок-кофеок и погнали! Ну что, начнем с того, что воскресенье, как вы уже поняли, был очень насыщенным днем. Кейт мы с вами уже обсудили в среду. Я так поняла, вам все понравилось, вы со мной были согласны. Ну и Уильям тоже отправился по своей королевской программе. Финал Евро-2024 по футболу в Берлине. Пока у Кейт Шарлотты и Пиппы был свой женский между собойчик, Уильям отправился на футбол с Джорджиком. Предсказуемо, ну очень предсказуемо. Хотя кто-то не верил, мол, им же нельзя на одном самолете путешествовать. Но, видимо, в принципе, можно. Уильям предусмотрительно не взял с собой Луи. Видимо, Уэльские до сих пор не отошли от концерта в честь Платинового юбилея два года назад. Сначала в официальном аккаунте появилось видео со спины, как Уильям с сыном идут по коридору. А далее она ждала двойная королевская доза. Поскольку Англия играла с Испанией, туда на футбол прибыл король Филиппе со своей младшей дочерью Инфантой Софией. Об этом стало известно заранее. И неудивительно, поскольку, как мы знаем, София просто обожает футбол. Фотографии просто на миллион. Чисто из разряда Филиппа «ты меня уважаешь», а по лицу Филиппа, ну сразу ясно, кто победит. За руки друг с другом поздоровались. Вообще редкая ситуация, учитывая, что британцы держатся особняком и крайне редко появляются на общекоролевских таких тусовках. Разве что свадьбы. Но это, знаете ли, ну не каждый год происходит. Коллективная официальная фотка тоже была, но в их королевские ряды ворвался президент УИФА. Эмоции на футболе, конечно, хоть отбавляй. Хотя, зачем отбавлять? И что сразу хочется отметить, это синхронизация просто какого-то 99 уровня. Джордж и Уильям, это мы в принципе все хорошо знаем и хорошо с этим знакомы, но точно так же ведут себя Филиппа и София. И у меня, если честно, уже глаз дергается от этих бесконечных рилсов на тему «Софию никто не любит, король, королева ненавидят Софию». Причем частенько авторы подобного контента путают между собой Софию и Леонор и пихают туда, кого попало. Вот вам, пожалуйста, София с папой и королем. Единодушие потрясающе видно, что они на одной волне шепчутся, веселятся, обнимаются. И вопросов вообще никаких не возникает. Ну, по крайней мере, у меня. Первый гол забила Испания, потом Англия и, само собой, эмоции Уильяма с Джорджиком максимально крутые. Но, в конце концов, Испания выиграла со счетом 2-1 и на бедном Уильяме лица не было, когда дошло дело до выхода на поле. А Филиппой сиял, как тот начищенный кубок, который получила его команда. София, конечно, стесняшка, но победе она тоже, конечно, была очень несказанно просто рада. Вообще, в отношении футбола у королевской семьи было несколько постов. Чарльз поздравил их с выходом в финал и желал удачи. И даже с Идрисом Эльба, обожаю его, вместе потом отдельно они держали в руках футболки. Идриса мы с вами тоже записываем в команду Ройлс. Они с Чарльзом встретились, чтобы обсудить работу своих фондов в рамках помощи неблагополучной молодежи. Они дают возможности учиться, работать, открывать свое дело. Тем самым уменьшается криминал среди неблагополучных слоев. И вот заодно футбольной команде тоже удачи пожелали. Чарльз также выпустил сообщение с поддержкой сборной после проигрыша, соответственно. От имени Уильяма там постоянно строчились твиты и сторисы. И последнее звучало так. На этот раз было не суждено. И все равно мы вами очень гордимся. И на следующий день в аккаунте Уильских появилась очень милая фотография Шарлотты и Луи, которые смотрели матч по телевизору, будучи в именных футболках с номерами, соответствующими их возрасту. 9 и 6. И с подписью «Английская сборная» ваша командная работа, упорство и решимость вдохновляли всех нас. От мала до велика. Поздравляем Испанию. Как говорится, поздравляем, но не от всего сердца. После проигрыша главный тренер сборной Англии Гаррет Стаутгейт ушел после 8 лет работы. Уильям поблагодарил его в отдельном сообщении. Не как президент футбольной ассоциации, а как фанат. Касаемо успешности работы этого тренера на посту главного тренера сборной, собственно, мнения разделились. Ну, в основном, конечно, мнения негативные. Ну, если так сделать срез. Ну, а испанские Ройлс уже в полном составе приняли у себя во дворце всю испанскую сборную. Девчонки были в футболках, все заценили Бицуху Летиси. Красавчик Гави, который на самом чемпионате не играл, тоже, конечно, был приглашен. Но кто радовался его присутствию больше, девчонке или Филиппе, который его пригласил, это, конечно, вопрос открытый. Это, наверное, как многие мужчины мечтают, чтобы их сын стал футболистом. Филиппе такой, ладно, окей, моя дочь точно будет королевой, но вот зятя футболиста, хм, можно подумать. Ладно, это, конечно, все шутки. Я уверена, что Филиппе от чистого сердца, от всей своей футбольной души решил его пригласить. Испанские пиарщики придумали сфоткать Леонор и Софию с кубком, приложив аналогичную фотку 12-летней давности. Ну, прям молодцы. Да и дворец Уэльских тоже надо похвалить, потому что ход с фотографией Шарлотты и Луи, ну, прям отличный и грамотный ход. И очень красивый и милый. Короче, в совокупности день был очень насыщенный. И в Умблдон, и в футбол. И мы его вместе с вами провели у меня в Телеграм. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Там особенная своя атмосфера. Недавно у меня был разговор с моим админом в Телеге, и она сказала, что Крисида Бонас, бывшая девушка принца Гарри, это ее Римская империя. А исследования показали, что для большинства женщин это принцесса Диана. Представляете? И вот в этой связи у меня к вам вопрос. А как часто вы думаете о Римской империи? Знаете же этот флешмоб в интернете, да? Так вот, должна вам сказать, что если вы посмотрите сериал, обреченный на славу, то о Римской империи вы будете думать постоянно. Это сериал с Энтони Хопкинсом, его, я думаю, представлять вам не надо, в роли императора Флавия Веспасиана, который основан на исторических событиях, происходящих в Римской империи первого века. В основе сюжета жестокое столкновение спорта и политики. В сериале соблюден тончайший баланс между историческими фактами и художественным драматизмом, поэтому скучать здесь точно некогда. Я посмотрела сериал одновременно со всем миром во медиатеке, которая, как всегда, радует новинками от зарубежных киностудий. Кстати, интересный факт. Премьера «Обреченных на славу» состоялась за несколько дней до начала Олимпийских игр 2024. Поэтому возвращаемся к истокам. В сериале не последнее место занимают гонки на колесницах. Но чем не современная «Формула-1»? Тут и команды, и спонсоры, и тренеры, и призы. Только на древнеримский лад. Очень завораживает. И я видела, что бюджет первого сезона из 10 эпизодов оценивается в 150 миллионов долларов. Только вдумайтесь, ничего себе сумма, да? В общем, я настоятельно рекомендую вам посмотреть сериал «Обреченные на славу» в онлайн-кинотеатре о медиатеке. Тут все серии доступны в отличном качестве, без навязчивой рекламы и с возможностью подключить к аккаунту до пяти устройств. Сейчас, сезон отпусков, очень удобно брать сериал с собой в дорогу. Начинаешь смотреть дома на телевизоре, а продолжаешь на телефоне, в машине или в самолете. Конечно, нужно сериал заранее скачать, и ничего, ни секундочки не пропускаешь. Так что смело переходите по ссылке в описании, и начинайте смотреть умопомрачительный сериал от создателей проектов «День независимости» и «Послезавтра». Его я, кстати, просто обожаю. И возвращайтесь в комментарии, делитесь своими мыслями по поводу новых серий. Ну а мы едем дальше. Но дальше понеслись стандартные королевские будни, причем стремительно. Новые фотографии Чарльза и Камилы выложили в связи с анонсом их тура в Австралию и Самоа. Новую Зеландию из тура исключили по совету врачей. Планы вообще на самом деле очень долгоиграющие и амбициозные, потому что тур назначен аж только на октябрь. Поэтому мы делаем вывод, что врачи предполагают, что с Чарльзом будет все окей, что аж в октябре ему нормально будет рассекать под австралийским солнцем. Деталей пока нет, да и не вижу смысла их сейчас обсуждать в июле, потому что сто раз еще все изменится и уточнится. А вот фотографии давайте обсудим. Называется «Найди десять отличий с предыдущими». На самом деле отличия есть, и мне они не особо нравятся. Первое, конечно, что бросается в глаза, это Камилла в синем опять. Я уже за два года как-то, ну, спокойнее начала к этому относиться, хотя эти бесконечно синие выходы научили меня радоваться любым другим цветам на Камилле. Тут синий, в принципе, оправдан. Так как это цвет флага Австралии, брошь приглянулась. Это брошь королевы Елизаветы, которую та получила в подарок в Австралии аж 70 лет назад. Брошь в виде цветов акации, национального цветка страны. И эту брошь, что интересно, королева Елизавета надела на свадьбу Чарльза и Камиллы. В остальном довольно минималистично, даже браслетов не видно, только кольца. Камилла улыбается и выглядит отлично, загореленькая такая, все в порядке. А вот к Чарльзу вопросики. Во-первых, поза странная. Руки он спрятал, наверное, чтобы в сто пятьсот миллионный раз не обсуждали его бедные пальцы. Но пострадала осанка. В комментариях предположили, что там может быть какой-то корсет на нем, но выглядит как-то не очень. Во-вторых, костюм какой-то мятый. Наверное, абсолютно все утюги они отправили посылкой в Монте-Сито, и гладить во дворце нечем стало. В прошлый раз эти недостатки тоже были, но как-то в глаза не бросались. И, кстати, на менее завирусившихся портретах с другими наградами немного виднеется рука. И, видимо, действительно решили просто спрятать. А Камила на втором портрете, конечно, как я уже и отметила, хороша. И тут парочка отправилась на остров Джерси. Эта коронная территория Великобритании находится у берегов Нормандии. Там продолжилась эта безумная синяя вечеринка Камилы. Опять халатик, оставлю уже, конечно, без комментариев. Ладно, одно только скажу. Камила, ты можешь гораздо лучше. Зато украшения какие интересные. Бирюзовые серьги, которые она недавно надевала на оскот. И предполагается, что это ее личные, так как она носит клипсы. Собственно, это клипсы. И брошь в виде бриллиантового бантика, которую на публике видят во второй раз. И оба раза именно на Камиле. Эксперты по королевским украшениям просто в тупике. Это личное украшение Камилы? Или из каких-то глубинных недр королевской шкатулки? Пока не ясно. Чарльз немного так много психанул, когда Камила никак не могла надеть пальто. Сначала сам попытался ей помочь, потом крикнул на помощника. По факту ничего не слышно, так как было довольно шумно, но видно, что он недоволен в очередной раз. Когда король с королевой осматривали загон с коровами, Чарльз отвлекся на разговор, и бык и корова на глазах Камилы решили совокупиться. Ну, а Камила что? Решила свечку подержать. Ладно, это все было каких-то там две секунды. Бык на корову прыгнул, потом передумал. Камила, в принципе, засмеялась неловко, а Чарльз вообще внимания не обратил. Зато какой заголовок для прессы. Мама не горюй. Погода конкретно подвела, шел ливень, под ним шагали, ну, очень закаленные, видимо, детишки. А стоило распогодиться, как охрана спешно увела короля и королеву в отель. Момент попал на видео, как Камилу оторвали от поедания мороженого. По дороге мороженое где-то потерялось, видимо, не дали доесть, но Камила успела принять цветы. Что именно случилось, неясно. Сообщается, что охрана увидела легкий повод для беспокойства, но тревога оказалась ложной. Видимо, после покушения на Трампа перестраховываются. Кстати, Чарльз связывался в связи с покушением с Трампом приватно и лично. На второй день опять напасть. Камилу засняли с повязкой на ноге. Через прессу дворец сообщил, что у нее небольшое растяжение. Причиной не называются сплошной орел таинственности вокруг этой поездки в Джерси. В среду у Камилы был день рождения, ей исполнилось 77 лет. В главном аккаунте и у Уэльских появилось поздравление в сторис. Причем у Уэльских была выбрана фотка, которую делала именно Кейт для обложки журнала. Подарок Камиле на день рождения – выгул бриллиантов на открытии парламента. Отличить, что это не прошлый год, можно, наверное, только по платью Камилы. В прошлом году она была в коронационном, в этом году – в белом платье с японского приема. Снова диадема Георга IV, тоже ожерелье, но серьги другие. Многие их заприметили, но они у Камилы уже лет 20, так точно. Чарльз, конечно, напряженный, видимо, усталость сказывается, а Камила, наоборот, была расслабленная и улыбалась. Ее сопровождали, как и в прошлом году, маркиза Лэнсдаун и леди Сара Кесвик. Нет, сестры Камилы там не было. Опять эти три бабули из ларца одинаковы с лица, никто их различить не может. На маркизе семейная тиара Лэнсдаун, а на леди Саре предполагают, что на ней была франш-тиара Хэрвудов. Тиара некогда принадлежала дочери Марии Текской, но потом ее купили вестмистерские, и, вероятно, герцог дал займы. Даже если не она, это точно не челка королевы Елизаветы. Так, знаете, о чем мы с вами еще не поговорили? Это турнир Пополов в пятницу. Это то мероприятие, где Уильям и Кейт целуются в щечку, и пока Уильям играет, Кейт радостно за делом наблюдает под бокальчик шампусика. Увы, в этом году принцесса Уильская не была на матче, чтобы поддержать мужа, в принципе, конечно, очень ожидаемо. Вместо нее была замечена сладкая парочка Питер Филлипс и Гарриет Спеллинг. Ходили, как обычно, за ручку, и таблоиды уже такие, «Так, так, Питер, а что у нас там, все серьезно, да?» Выглядела Гарриет довольно-таки простенько, платье-халате, кубов какая-то странная, и очень яркие оранжевые ногти. С помощью матча удалось собрать примерно миллион фунтов пожертвований, которые пойдут в 11 благотворительных организаций, которые поддерживает принц Уильям. Ну и раз мы уже заговорили про благотворительность Уильяма, на прошлой неделе он отметил год с запуска его проекта «Ховвардс» по строительству на территории герцогства Корнвелл жилья для бездомных. Результаты пока такие. Более чем 500 человек и организаций работают над решениями проблем. 24 дома строятся, в планах 100. Сеть кофеин создала 500 рабочих мест для бездомных, проводятся вебинары для аудитории свыше чем 800 человек для обмена опытом по теме бездомности. И в будущем нас ждет двухсерийная документалка ITV, где копнут в тему чуть глубже. Уильям решительно настроен покончить с проблемой бездомности. Посмотрим, как оно по итогу будет. Это только план, только начало. Он рассчитан на 5 лет. Уильям, даешь пятилетку за 3 года? Ну, в принципе, хоть какую-то конкретику дали уже хорошо. Много это или мало? Любая помощь, конечно, хороша. Но, надеюсь, Уильям с его ресурсами и заявленными миллионами на проект таки предоставят по итогу вот эти вот 100 домов. Принцесса Анна в прошлую пятницу вернулась к работе. Выходит, с момента травмы ее не было две с половиной недели. Напомню, ее легнула лошадь, да так, что она получила сотрясение мозга и не может вспомнить случившееся. Анна посетила колледж, где проходит соревнование по конному спорту для людей с ограниченными возможностями. Ну, Анна, как всегда, кремень. Так по ней не скажешь, что произошло. Разве что синяк под глазом чуть-чуть как бы намекает. И особенно мило, что Уэльски отметили в своем аккаунте ее возвращение, назвав ее супер-чупер. Ну, как бы супер-герой, супер-пупер. Здорово, что вы так быстро вернулись. Подпись Уильяма Кейт и поцелуйчик. Пиарщики Уэльских, вы что там, работать начали? На прошлой неделе по сети начал распространяться вот этот кадр. Новый сериал на Amazon Prime называется «Моя леди Джейн» про королеву девяти дней леди Джейн Грей. Причем это переработка одноименной книги. В кадре именно леди Джейн и король Эдуард VI. Это сын Генриха VIII, а Джейн Сеймур, его любимой жены, которая умерла в родах. Черный, инвалид и вдобавок не по женщинам. Ну, наконец-то! Ну, слава богу, у нас тройное попадание! Ура! Победа! Наверное, в этой вселенной он все-таки сын той самой Анны Болейн, которая черная и по девочкам, героиня, которую сыграла Джоди Торнер Смит. В реальности он даже инвалидом, в принципе, не был. По остальным моментам я даже не заикаюсь. Вообще, трейлер вышел более месяца назад, а весь сериал 27 июня. Но до русскоязычных пабликов и новостей, видимо, добрался только сейчас. Но учитывая, что Amazon сотворил с приквелом «Властелина колец», такие приколы вообще, в принципе, неудивительные. Я сериал не смотрела и, твердо могу сказать, не планирую. Но я погуглила, что это, в принципе, такое, и отвечу вам, что это Стёб плюс фэнтези. Потому что тут есть оборотни. Муж леди Джейн про нее, собственно, сериал по утрам превращается в коня. По-моему, черный инвалид-мужелозец тут вызывает куда меньше вопросов. Короче, это может быть, наверное, оказаться даже забавным. Главное, как бы, расслабиться и воспринимать это альтернативной реальностью, чем оно, собственно, и представлено. А на главную парочку посмотрите сами. Ну, в принципе, даже ничего такие. Далее давайте перейдем по традиции к вопросам из моего телеграм-канала, которые вы каждую неделю задаете. И на самые залайканные я отвечаю. И новые, которые еще не повторялись. Итак, вопрос номер один. Есть ли определенный возраст монарших особ, с которого начинается разработка плана его похорон? Интересно, разработан ли уже такой для Уильяма и Кейт, особенно в свете последних событий, связанных с принцессой Уэльской? Точно неизвестно, но давайте порассуждаем. Лондонский мост. План похорон королевы Елизаветы был разработан в 60-е, через несколько лет после коронации. Тогда королеве было 40 с чем-то. Операция Мостей, план похорон королевы матери, был утвержден в окончательном виде в 79-м году, когда ей было 79. Но разрабатываться он мог, конечно, и раньше. Судя по тому, что для Дианы использовался тот же, план к моменту развода своего у нее не было. Но вряд ли они его утилизировали, когда она ушла из королевской семьи. Так что я бы сказала, что где-то после 40, наверное, о ней начинают думать. Что касается Уильяма и Кейт, информации, конечно, ноль. Ну и надо помнить, что тот же Минайский мост Чарльза был составлен еще, когда он был принцем Уэльским. А сейчас переделывается под его новый статус. Второй вопрос. Всегда было интересно, насколько наследники подкованы в истории своей родословной. Были у них факапы какие-то публичные на тему своих истоков? Гарри факапнулся вполне осознанно, когда рассказал в своих мемуарах, как профессор спросил его, мы говорим о твоих родственниках. Кровь от крови. Неужели это ничего для тебя не значит? На что Гарри ответил, меньше, чем ничего, сэр. Как говорится, тренд можно закрывать. Ошибка там еще была по Генриху VI, которого он назвал своим предком, хотя он ему не предок. Мэгану Опры так и не вспомнила правила Георга V там или правила Георга VI, но и простительно, хотя могла бы и запомнить, коль предъявляла претензии. А так ошибиться, в принципе, сложно, поскольку, во-первых, речи у них написаны, а там все перепроверено миллион раз, а во-вторых, они получают гуманитарное образование, и там большой упор на историю, Чарльз так вообще историк. Да и в принципе о каких-то исторических событиях дальше Георга V или упоминания королевы Виктории речь заходит, ну, крайне, крайне редко. Третий вопрос. Люда, если бы тебе предложили возглавить пиар-службу Уэльский или Сасекский, кого бы ты выбрала? А если бы только Сасекский, то согласилась бы? Ну, во-первых, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если бы мне предложили возглавить пиар-службу, то я бы, наверное, сказала, я вообще не представляю, как это делается. Ну, это да, это если быть уже занудой. Ну, а так, если в отрыве от этого, я бы выбрала Уэльских или Сасекских? Наверное, Уэльских, потому что, как мне видится, это проще, есть правила, которым надо следовать, и их надо оживлять. Об этом я очень часто говорила в своих видео, и мне кажется, что это виднее, как их оживлять. С Сасекскими очень сложно, потому что там правил нету, там есть Мэган, а она достаточно своеобразный человек, и у нее по своим все правилам идет, которые могут не работать, как мы видим, не работают в реальности. Поэтому, наверное, реальней возглавить бы было пиар-службу Уэльских. Тогда результат бы был виден, и это такое благодатное поле. Но если мне нужен челлендж, если я хочу прям бороться с чем-то, то это, конечно, Сасекские. Далее такую новость прочла. Мэган считает, что ее незаслуженно критикуют, а она все никак не может понять, с чего бы это. Мэган плакала, когда после запуска бренда ее новый джем массово высмеивали за то, что он дорогой и не представляет собой ничего интересного. Звучит как-то глупо, я уж подумала, кто у нас такие инсайды выдает, и снова здравствуйте, Том Квинн. Очередное его ступит сотый экспертное мнение, из которого делают заголовки под видом реальных инсайтов из команды Мэган. Нет, конечно, Мэган славится у нас самоанализом из разряда, а вот Мэган никогда бы не допустила такого кривого фотошопа, как Кейт, ведь она внимательна к деталям. Но тут совсем другая история. Видимо, Том все-таки нашел такую золотую жилу, а желтая пресса и рада. Ну и про Кейт, как не поговорить. Кейт в фиолетовом платье усмотрели еще один смысл. Борьба с раком это оказывается лавандовой. Может, решили одним выбором сразу двух зайцев. Эксперты чтения по губам расшифровали, что в ответ на овации Кейт сказала «так мило». «Мило» — не то слово, Кейт. Это просто восторг был. Кстати, заметьте, Кейт мы не видели месяц с парада, ровно месяц будет без одного дня. А Мэган — аж два. Ровно столько прошло с нигерийского тура. Он в мае был. Видео в парке на калькулятор, конечно, не в счет. Но насколько же разный эффект появления, согласитесь? А вот еще такой момент, ну, должна его обсудить на личной встрече с Карлосом Алькарасом на Мумбулдоне. Как всегда, после победы происходит такая короткая беседа. Кейт представила ему Шарлотту и сказала, что та болела за него, а ты, Кейт, за кого ты болела, а? За Новака точно. Также она передала вопрос от мальчиков, очевидно, от Джорджи и Луи, которые спросили Карлитоса, кто его любимый футболист. Он назвал Альваро Моратто, на что Кейт сказала «нам придется остерегаться Мората». Также он назвал Ямалия Ламино. И неловкая ситуация. Кейт, по всей видимости, хотела представить Карлосу Пиппу, которая все это время скромно стояла в сторонке. Но тот или не услышал, или не понял. И, короче, Пиппа осталась без рукопожатия. Другой теннисист, австралиец Ник Кириос, заявил, что у него много свободного времени, и он с удовольствием потренирует Кейт. И с ним будет веселее, чем с Роджером Федерером. Ох, Ник, боюсь твой темперамент, твое злоупотребление и вообще все, что ты там говорил, уж точно не для принцессы Уэльской. Если ей потребуется какой-то коучинг, то она точно обратится к Федереру. У него тоже, кстати, времени достаточно. Что касается грядущих появлений Кейт. Летние планы, согласно инсайдам, традиционно Балморал всей семьей, и Кейт намеревается не нарушать традицию. С чего бы, собственно, ей ее нарушать. Приватный отдых, как обычно, а будет ли что-то в августе для публики? Судя по инсайдерам, нет. Венити Ферр со ссылкой на свои источники говорят о летнем перерыве. Мои догадки, ну, в принципе, вполне логичные, будут использовать это время для терапии, если она еще не закончена. Пока Кейт вне глаз. Господи, боже мой. Но кто знает, вдруг Кейт будет настолько хорошо и здорово, что она еще где-то появится, хоть каратенечко. Мои ожидания, конечно, не очень высокие, потому что появление на Умблдоне и так было очень ярким, красочным, вселило надежды, что, ну, чуть-чуть, чуть-чуть потерпеть, и скоро мы ее увидим как раньше, и все будет хорошо. Что, в принципе, и так все хорошо. Ну и, пожалуй, на этой хорошей и оптимистической ноте я и буду сегодня заканчивать. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok